и снова здравствуйте всем привет так как я в отпуске теперь могу чуть чуть побольше снимать роликов потому что свободен полностью и давайте разберемся вот опять же с этим персонажем я хочу сделать ну как на этом персонаже попробовать множество допустим анимации смерть прыжок удар потом еще хочу сделать значит персонажа который будет разделен допустим отделена у него голова там руки ноги возможно чтобы этот персонаж на этом болване мог их отшибать ну опять же повяжу этот рик посмотрю чтобы нигде ничего не отходило и это в ролике тоже рассмотрим так в этом ролике хочу донастроить вот этого персонажа и значит попробовать анимацию дыхания так опять же пока мне вот этот щит не понадобится я его пока удалю это для следующих роликов по вопросу если экспортировать рик почему не сохраняются вот эти вот настройки да вот эти вот кольца цилиндры сферы допустим потому что вот они все они вот вот бон 03 это вот это вот замена этих всех костей заменяет аддон вот он бон высвет вот они все тут значит тут эти формы которые вы можете сами еще создать и сюда же потом подкрепить использовать вот тубон добавляете косточку или папа вот match bone transform вот эти вот настройки но я уже подзабыл потом если нужно я ролик еще сниму как я добавлял вот эти вот разные вещи для ног для рук можно стрелки ставить можно делать какие-то свои детали смоделировать а потом подставить сюда так погнали первый вопрос значит это нужно опять перенести вот этот меч почему потому что ту анимацию можно конечно использовать ну там я чуть-чуть ну в принципе можно использовать эту анимацию того тупом легионер 2 мы же сделали тут я просто сделал под рендер уже и получается если сейчас переключиться в обжиг мод удалить вот эту башню кстати вот эта башня будет закинута для скачивания в группу ссылку на группу оставил под прошлый ролик а мы под этим осталось так это все мы туда удаляем ненужные источники света тоже удаляем камеру и свет можно отключить выбираем полностью персонажа включаем мув и значит нужно его теперь опустить до низа опускаем так чтобы он касался именно пола вот теперь выбираем только кости заходим посмотрим английская а у нас усвечивается предыдущая значит анимация и нам что нужно сделать для того вот мы составляли вот эти базисы да вот они нам просто нужно очистить анимацию значит английская а обязательно выделить все кости и подвести значит курсор мыши на таймлайн и нажать делить все теперь у нас полностью базис с которым мы можем работать опять можно начинать с десятого кадра так меч у нас на месте в принципе все на месте надо теперь разобраться как анимировать чтобы не тянуло вот этот щиток можно настроить веса но можно использовать такую штуку смотрите заходим в эдит мод так единица на лампаде н панель опять же скрин каски вам включу и нам нужно просто чуть-чуть подправить вот эти косточки это значит с уменьшаем косточку g переводим ее за пределы щитка и нам нужно теперь выделить вот эту кость и соседнюю и подвести именно подальше значит в руку чтобы вот эта кость крутилась именно по запястью но не за вот этим ну как не крутила вот этот щиток то же самое можно сделать и тут делаем английскую с g чуть-чуть вытягиваем за пределы значит нашего щитка выбираем низкость вверх вот это она считается по моему вот это низ а это вверх почему-то наоборот называется так g подставляем эту кость тоже за пределы щитка и надо перевязать будет теперь значит вот эти вот веса единицы на лампаде так перевязываем выбираем сначала щитки выбираем рубашку но опять же все детали которые у нас участвуют именно вот привязки тела персонажа а потом кости и делаем ctrl пи сочетание клавиш white automatic white white и тою так вот тут теперь проверяем выбираем кости заходим посмотрим можно теперь работать вот этой кости вы видите что когда мы крутим эту кость ну чуть-чуть она тянет значит тут предплечье но это не столь важно это будет создаваться дополнительно как бы движуха это даже есть гуд ну вот есть тут вылазить можно сейчас поднастроить я значит весами она влияет вот эта рука на щиток вот эта кость надо сделать чтоб щиток чуть-чуть здесь не двигался в принципе при анимации этого не будет видно потому что когда вы будете прописывать определенную анимацию у вас прописывается допустим вот этот кадр вот и следующий допустим вот это да вот там допустим вот еще где-то вот так в принципе этого ну как будет наверное видно сейчас посмотрим да вот уходит лямки вот эти это потому что я по моему сетку полностью не связал цветы вот этой штукой и по полигонам по полигруппам они отдельные ну с этим делом тоже можно значит разобраться вот все что мы делали вы видите что я ухожу на базовые значит кадры и у меня не прописывается вот эта штуком удобно очень есть такое дело давайте зайдем теперь выберем кости зайдем выберем наш щиток выберем кости и зайдем сначала щиток потом кости сначала кости парадонте потом щиток я часто ну я не наставил вот эти вот веса как-то использую больше вот эти вот базовые да ну привязку привязка сама назначаете в принципе таких косяков нет персонажами за исключением доспехов вот доспехи это бывает такая экспекция вот красный цвет на кость вот на эту стоит вы видите что здесь не двигаться вот эта штука если мы сейчас используем допустим level и поставим полностью красный щиток вот теперь зайдем так сбросим зайдем в обжиг мод выберем кости и зайдем в пост мод то когда мы будем крутить допустим вот эту кость вот вы видите что уже ремни не пропадают ну вот эта кость управляшка она тянет значит щиток вот этот есть еще какой вариант это все значит дело избежать переделать да заходим в и вот эту косточку просто джи выводим вверх вот так вот вот таким вот образом теперь мы заходим в обжиг мод попробуем перри перевязать вот это все дело сначала выбираем нашел теперь предплечье и делаем контрол пин поет автоматику это не прокатило да значит что возвращаемся назад ногами такая штука прокатывала значит что мы просто выберем теперь вот эту щиток и попробуем настроить веса вот на этот куб это значит сначала выбираем кости потом щиток заходим заходим вот видите что сейчас мы нажимаем и тут это тот цвет вот который вот эта кость и тянет вот он если сейчас мы полностью допустим ну закрасим все это дело в синий цвет то возможно вырезут какие-то косяки вот с этой моделькой попробуем сейчас обжиг мод выбираем опять же кости заходим в пост мод выбираем управляшку ну вот она тянет да вот она тянет допустим вот нижнюю часть там вытягивать но если мы будем использовать допустим ее просто для переноса допустим вот перенесли мы где-то можно там чуть перекручивать но работать уже допустим с кистью то тогда у нас этот косяк исчезает тут тянет тоже если сильно изгибать вот она тянет значит она влияет на какую она влияет ну так вот при анимации принципе это видно не будет потому что у меня будет другие движения вот если так я руку допустим перекручу ну вот есть косяки но не настолько они прям серьезные ну такой вот вариант исправления вот этой штуки ну и то же самое можно сделать обжиг мод вот выбрать допустим кости потом выбрать нашу вот эту болванку слышим щиток зайти в white parent выбрать косточку через шип и поставить опять же левел до конца так следом что можно сделать выбрать также кость управляющая и закрасить как эту косточку значит это и не цвет вот так если сейчас добавить тут красный цвет ну допустим чтобы ну как это область не двигалась да то получится при анимации что здесь возможно появится такая же вопрос как обыграть если кто-то знает какие есть еще варианты при этом при настройках вот это вот доспехов это вот доспехов пожалуйста в группе напишите ссылка на группу будет в описании ну в принципе чё так-то косяков больших нету вроде все двигается вот еще нога будет подниматься потом будем возможно устранять вот эту штуку чтобы нога не вылазила из-под нее ну это уже процессе большой анимации где он будет раздвигать там ноги прыгать махаться там это тоже можно исправить используя допустим и фреймы ссылку оставлю в описании или потом в каком нет ролике все это дело рассмотрим уже так еще можно косточки добавить вот на эти вот перья чтобы перья двигались ну возможности валом короче так но нам нужно теперь сделать дыхание как сделать дыхание дыхание можно использовать косточки вот которые мы ставили в прошлом ролике это значит выйдет вот вот они вот эти кости можно их надувать но так как они неправильно установлены они будут надувать только вот эту часть что нам нужно сделать нам нужно дублировать линисона нампаде шейф д дублировать одну косточку семерка на нампаде и ее перекрутить G подвести к нашей груди и G поставить где-то ну вот где находится наша то бишь грудь не наша а вот именно персонажа вот так чуть выше вот этой косточки почему эта косточка держит форму она не участвует в анимациях она просто ограничителем является чтобы рука не проваливалась допустим в грудную клетку здесь назначены свои веса и вот она работает как ограничитель делаем шейф д справа кнопка мыши мира и глобал и можем просто перетянуть эту косточку на соседнюю сторону так чуть-чуть его уберем так они уже привязаны к грудной кости вот и все все то что гнется вот в этой области это все привязывается косточки которая отвечает за изгиб именно этой области в позвоночнике ну вот так вот как-то так ну вот кости вставлены теперь давайте все это дело опять перевязываем перевязываем все доспехи допустим щитки почему потому что если мы сейчас выберем только персонажа и перевязываем то вот эти доспехи и рубашка не перевязываются на эти косточки и получается мы будем руководить и будет вылазить и милосево а это будет оставаться на месте как теперь выбираем кости кон толпы и опять идет перевязка так ну это тоже сделано в принципе по ригу если взять по ригу то нужно еще что исправить давайте выберем только кости зайдем зайдем в космос и вот саживая кость я ее наверное с помощью аддона бон выбит сделаю кубом куб нет наверное вот теперь я этот план развернул в боковой панели на 90 градусов и в верхней панели увеличим вот это многовато ставлю 0 . так это . на английском я просто переключил это буква ю так и значит 8 поставим enter так маловато будем прибавлять давайте 1.6 ну вот уже будет побольше даже наверное 1.9 так 1.9 вот так я уже его буду видеть и назначу ему значит красный цвет есть такое дело так вот эти вот боковые ориентировочные кости тоже я их заменю на сферы так пусть они будут поменьше и поставлю на ноль разворот на ноль ну пусть тоже будет красный красных очень видно так еще что хотелось бы сделать вот эти кости грудные вот эти кости грудные ну в принципе финджеры хорошо стоят я им просто поменяю цвет добавлю группу и чтобы добавить другой цвет нажимаем кустом color ну допустим вот допустим так и здесь мы можем назначать перетаскивать вот именно оттенки ну как-то так-то зелененькие такие можно с переходом чуть-чуть на красный выбрать можно свой цвет допустим фиолетовый или какой-то вот его убираем и он не выбирается потому что его нужно перетянуть вот теперь он будет фиолетовый так, ладно, есть такое дело их уже видно теперь что еще нужно сделать я хочу уменьшить некоторым деталям полигонаж полигонаж я буду уменьшать с помощью модификатора децимейт зачем ну модель есть вот этим деталям в принципе сетка плотная не нужна хотя они и так мало весят но в совокупности в совокупности каких-то деталей вот взять щитки так это тоже можно добавить децимейт никто сетку видеть в анимации не будет все будет работать нормально повески децимейт уже проверен он мне очень нравится так ну вот здесь видите тоже сетка небольшая ну можно ее тоже на таких деталях уменьшить так теперь персонаж майка вообще низко полигональная это тоже ну вот можно персонажа уменьшить значит полигонаж добавим ему тоже децимейт можно планар использовать он понижает значит сетку хорошо сохраняет развертку а вот если на сабдевайзер то развертка плывется ну я вот на коллапсе в этом делаю кстати по вопросу на премьере вот смотрите я уменьшаю полигонаж да и в принципе вот если я сейчас цветность включу видите чуть поплыли там допустим глаза вниз не столь сильные изменения происходят конечно когда вы на ноль убираете да тут уже скажут но когда чуть-чуть вам допустим понизить можно сетку жмете apply и разницы как таковой сильно нет так теперь что у меня тут глазами глаза чуть-чуть вниз в единственном паде так вот персонажу почему делается побольше полигонаж сетки вот именно на голове нужно когда у вас тут присутствуют допустим морщины какие-то детали normal map конечно вы делаете и они подключаются все это дело прорисовывается но качество того уже бывает нет вот поэтому стараюсь персонажа делать более полигонального а вот все что на нем вот даже шлем он ну в принципе вот у него тут 10000 2 наверное полигонов в принципе можно не уменьшать но если взять допустим децемейт ненамного но можно и намного прям понизить так что еще тут тут еще вот вопрос можно по обуви на обувь тоже можно децемейт поставить ну кого помощнее значит комп в принципе модель не сильно полигональная но если костей много каких-то деталей да и у вас комп ну как не подтягивает это дело не бойтесь делайте децемейт вид в принципе остается персонажа этот узор все вы видите что в принципе то же самое если сейчас ctrl z ctrl z нажать вы видите что не сильно такие там четкие текстуры и поэтому качество не меняется если вы будете раскрасывать вот это децемейт вообще никак не повлияет на это дело ну как будет вообще прорисовано все четче чем допустим рисовать поверх одним цветом ну вот что у нас тут еще есть ну доспехи низко полигональные рубашка низко полигональная зубы низко полигональные и персонаж нормальная ну все вот это дело это значит 53 тысячи почти 54 тысячи полигонов ну для разных деталей и для количества костей это немного это нормально конечно модель полностью ну если будет весить 15 полигонов это лучше но у меня самая низкая насколько я выхожу это 25-35 это розовая пантера она низко полигональная но там ничего нету если у вас тут начинаются какие-то лямки ремешки отдельные то ну никак вы не выйдете ну как если здесь модели да если делать допустим ремешки тоже брас они чуть-чуть будет сетка поплотнее так ну все погнали тестим теперь персонажа вот все заработало быстрее у меня это сейчас у меня фейсов 53 тысячи это нормально так теперь выбираем нашего персонажа и значит что представляем ситуацию как будто он после боя и у него одышка и он стоит на месте да вот такую анимацию давайте сделаем сначала простенькие сложные на потом оставим там уже дольше сидеть надо будет так 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 выбираем кости заходим постмод и что нам нужно нам нужно его поставить в позу так меч можно вложить ему в руку давайте это тройка на нампаде так и сделаем а в следующих роликах сделаем чтобы он доставал меч именно из ножнах и как то возможно им тут жонглировал крутил так меч значит вниз он же после боя так меч где то ну где то в таком положении пусть будет вручаем ему меч в руку теперь подводим значит у нас вот этого персонажа джинь джинь вот кстати вот такая форма руки более правильная для рига проще им работать он уже сделанный значит под как сказать ну под то чтобы их что-то держать что-то хватать так джинь вот ну а здесь нам помогут что помогут вот эти косточки значит вот для чего они опять же повторюсь и нужны видите я выбрал косточку запястья вот эту самой киски и я могу теперь ближе подводить это все делать к мечу к оружию там допустим если он автомат у вас будет персонаж держать так теперь пальцы чуть-чуть поближе друг к другу вот так потому что когда руку мы сгибаем у нас получается пальцы поближе друг к другу значит присобачиваться так тут еще вот в чем вопрос то размер руки не всегда соответствует допустим ну вот размеру вот этих вот всех ручек допустим кисть может быть больше меньше и получается что за этим нужно внимательно смотреть опять же пальцы они видите один чуть запаздывает но если общую массу сгибать то в принципе приходится по одному делать вот так поближе пережимаем сейчас еще одну фишку покажу как можно делать так ну в принципе он держится тут значит ночь вот мы вот так мы его зафиксируем есть есть такое дело следом ставим руку вот это вниз тоже распрощенное должно быть согнутом локте вот так теперь выберем значит наш куб центральную кость семерка на нампаде делаем вот видите перекручиваем и рука уходит от косточки мяча когда будем что-то крутить вот нам нужно перекрутить все управляшки которые нам понадобятся для перекрутки в основном все зависит от управляющей вот этой части так теперь G английская мы присадим чуть-чуть и проверим как раз рубаху будет ли она вылазить вот нет не вылазить так это нормальная ноги на растопылку сильно возможно не надо одна нога может идти вперед другая чуть-чуть назад выбираем значит косточку управляшку вот вот тут уже у нас нога вылезла с этим делом тоже будем разбираться потом так единица на лампаде только на лампаде и внимательно смотрим чтобы ноги когда вы будете прибегать чтобы они стояли на одной полосе вот так я эту ногу чуть-чуть еще уведу свет и выберу стазовую кость вот таким вот образом так чуть-чуть джинь подправим и вот сначала нужно его правильно поставить в позу вот первая поза которая будет ах ела а я уже тут намутил ну ничего делаем так а и лок рот и вот эту косточку джи на десятую перетянем из любого косяка есть выход так вот у нас опять косяк джи отошел нить от руки так смотрим чтобы он правильно лег ну вот как-то так так и локрот и работаем дальше выставляем все вот эти косточки вот все вот эти наши закорюхи а потом вот эту смотку будем дорабатывать перевязывать так так р где-то можно выбрать тут есть косточка которая держит ее централка вот ее можно выбирать и еще с ней работать так тут такая же песня вот они косточки круглые это это у нас вот эти ремешки ремешки значит делаем как правильно по ноге вот если эту косточку то ее в принципе нужно в центр увести или кинуть на ногу прикрыть этот косяк который потом прикроется шептение возможно так это уже будем смотреть по обстановке или перевязать эту ткань просто нужно будет перевязать или настроить вес чтобы допустим вот эта кость не влияла на эту ткань толкала это тоже все возможно так теперь а и локрут все персонаж у нас стоит семерка на нампаде еще вот я голову поверну чтоб прикольнее было да так боковом стоит так а и локрут есть такое дело нужно все загнуть вот эти пальцы чуть-чуть хотя бы потому что ну как после боя вроде бы да у него там ярость злость и он должен вот эти все значит пальцы чуть-чуть держать как бы поджагнутые так раз вот хотя бы так прописываем а и локрут и фишку какую я вам хотел показать вот смотрите если мы сгибаем вот я сейчас понаделал допустим несколько пост кисти руки да там палец вперед показывает кулак сжатый еще какая-то ступенка смотрите я выбираю вот эти все косточки в прошлом ролике об этом говорил но вот фишка в чем мы можем сдублировать сделать шиф-д так вот здесь шиф-д и увести вот эту нашу штуку на какой-нибудь кадр вот она уже прописана если нам вдруг понадобится сжатый кулак вот вы знаете допустим на минус 10 сжатый кулак на минус 20 я говорю у вас там допустим рука вывернутая как-то да там или шиш показывает и вы можете на любые моменты потом просто отсюда брать и подставлять в основную прописку анимации удобная штука есть аддон конечно аддон действия я показывал его ну в принципе способ тоже неплохой тот же аддон действия будем считать так так теперь выворачиваем плечи а сильно опускаем плечи это значит можно сделать так G G вытянуть ключицу он тогда становится такой по масштабу и в принципе можно это использовать двигать вот эти косочки расслаблять допустим наши вот эти ключицы выбираем кисти рук потом выбираем наш мяч выбираем возможно вторую руку единицу нам падить и чтобы вместе их припустить вот так ключицы они должны быть согнуты так и он начинает значит он же еще дышит у него семерка на нампаде ключицы уходят вперед находим ключицы семерка на нампаде R ключицы вперед и вот они наши косточки грудные для чего мы вставляли чтобы сделать ему дыхание значит так мы можем сделать с видите наполняется грудь вот чуть-чуть надуваем и можем чуть-чуть косточки приподнять кверху причем голову опустить чуть-чуть книзу и шею тоже вот прописываем R и LOG ROAD так первый кадр есть теперь нам понадобится помотать вот эту всю весь таймлайн и чтобы был допустим 15 тут небольшая будет анимация так теперь что он делает теперь теперь значит должен ALT G ALT R возвращаем косточки на базе и теперь значит можно сделать вот чуть-чуть грудь вдавить и R вывернуть так при выдыхании он скручивает значит у него уходят ключицы вперед еще и руки подаются вперед вперед руками лучше делать вместе так и чуть-чуть можно перекрутить нашего персонажа чуть-чуть так раз а ты ок вот вот он стоит уже дышит так а вот эти ключицы на первом кадре считаются первые потому что мы перенесли нашу анимацию так выбираем ключицы делаем им R отводим значит их назад и чуть-чуть их можно приподнять этот раз это вдох а и прокрут и получается вот раз он стоит дышит но дышит то он дышит а вы видите что кисти у нас не задействованы значит при вдыхании как он вдыхает G кисть приподнимается можно чуть-чуть подкрутить тут точно так же выбираем значит G приподнимаем тоже кисть R допустим пусть у нас будет я не знаю вот в таком положении что а и локрот вот так можно еще больше сделать да это значит выдох я по-моему не записал F уменьшаем и пишем а и локрот скейл а здесь получается не прописались я тоже забыл скейл описать так боком ставим делаем с так а и локрот скейл и вот эти вот наверное руки еще можно на первом кадре чуть-чуть вывернуть а и локрот пусть локрот так уже так вот персонаж уже задышал нормально следом ставим кадр 1 на 20 английская а cfd на 20 ставим 20 кадров на это он часто дышит чуть-чуть потом замедлим анимацию ну пока для покадровки пойдет для понимания да 10 значит он вдыхает он выпрямляется нам понадобится ноги выбрать кисть руки значит кисть мяча косточку мяча кисть руки тазовую кость и соседнюю косточку тоже руки и чуть-чуть это все дело и он еще приподнимается потому что получается у нас вдох да первый кадр вдох выдох вдох и и первый кадр скопируем cfd опять измененный стан на 20 вот персонаж у нас дышит но очень часто вот так теперь можно выбрать покадровку и чуть-чуть растянуть ее а ну-ка а ну-ка так здесь он чуть опускается и давайте ему тоже создадим какую-то движуху еще позвонка наверно вот а так он здесь выпрямлен нормально здесь он чуть-чуть согнутый нормально так значит что ну чуть-чуть на центральном на пятнадцатом кадре надо попробовать поиграться с ногами так назад его уведем а и прокрут вот а как у нас грудная клетка дышит теперь вот это бомба ну в принципе что здесь все нормально но так значит вдох вдох у него же должна голова откинуться быть вот он раз это получается находим косточку которую я хотел еще увеличить в размере зеленого так это сейчас тоже подправим значит открываем рот ему так а и ок рот делаем севд дубликат на первый на двадцатый кадр здесь у него рот закрытый и вот получается он вдыхает вдыхает выдыхает 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 нормально в принципе просто покадровка слишком быстро здесь секунда вот 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 заглохнулся так можно ну давайте теперь его расширим это получается вдох у него где-то выходит он запыхался в бою был ну где-то сейчас я попробую на 5 секунд 5 секунд это у нас получается 100 кадров значит делаем с ну пускай будет не 5 секунд а там 3 секунды или 2,5 это получается 50 так так это многовато давайте вот 55 ставим 55 кадров но с учетом что 5 кадров нету у нас получается 50 50 это 24 2 секунды вот вот это уже красавчик вот здесь он уже запыхался и вот 2 секунды в принципе нормально так двигается так это есть такое дело пробел выключаем нам теперь нужно прописать вот эти все стукенты так это значит опять нам нужно прописать чтобы они чтобы они здесь вот цивилили так это значит в бок мы их уводим так а этот в этот бок то это значит по ноге пускай стальзит как-то вот так наверное прописываем а и в крот вот лямки видите он приподнимается они в один бок уходят и назад чуть-чуть захватывает другую сторону можно делать чуть-чуть больше амплитуда она большая не нужна в принципе чтобы они чуть-чуть сходили так теперь у нас же есть еще что а у нас есть пласть и вот теперь давайте посмотрим по-простому значит так тут он вдохнул у него получается приподнимается сам пласть этот G вот G и в принципе он ветром не должен быть гоним да давайте выберем управляшки и R ну чуть-чуть допустим H уведем и в этот раз я не буду делать чтобы значит налегала вот эта штука значит на ножны так вот так кучу пусть сбивается на игла да это задвигается ну да а и lock рот дублируем первый шифр D значит на наш 55-й кадр вот но здесь мы теперь сделаем такую обманку R уведем сюда поближе сюда эту поближе сюда и эту поближе к спине почему потому что он значит двигается а раз он двигается она то от спины отойдет то к спине подойдет и тут вот сделаем движуху значит сделаем движуху G в бок ушла и здесь в бок ушла можно сделать чтобы приподнялась вся вот эта вот движение создать самому воротнику вот допустим G и локрот и вот снова раз так маловато да не видно что она движется так значит вот так а и локрот так так а это тогда на первом кадре G мы идем сверху вот так и поднимем А и локрот и первый кадр сэнд сдублируем на 55 вот теперь это заработала ступенция но по-моему очень сильно заработала надо чуть-чуть уменьшить вот раз все она работает но уже получше и сзади нормально но что еще у него может двигаться ножны раз ноги движутся значит и ножны должны искривляться допустим вот он приседает ножны должны как-то задираться и чуть-чуть может быть двигаться вперед может даже чуть-чуть отойти вот так в бок уже нога его толкает да а и локрот и туда поставил ну и смотрим о теперь у нас и нужно движется уже симпатичный движуха пошла сзади у нас движется мягенько так вот этот есть предсиндал красный плащ и вот у нас уже персонаж вдыхает грудь работает да бомба охраняем персонажа файл с а легионер дыхание охраняем чтобы анимация была плавная нужно прописать все вот эти вот кадры пустые вот допустим так так локрот двадцатый и локрот двадцать пятый ну чем больше вы пропишите кадров вот этих тем мягче и плавнее будет анимация вот можно перемотать еще вот эти прописать полностью там ну когда вы будете уже прописывать все анимации вот эти у вас должен персонаж уже быть полностью готовый вот вот затормост бомба иначе вы потом уже не вспомните какие были крайние вот идет если вы делаете первый пятый десятый двадцатый кадр да понятно что это первый пятый десятый их можно высыпать очистить промежуточные кадры и переделать анимацию если вы запомнили полностью что-то передвигали раздвигали делали допустим с раздвижку удлиняли анимацию вы эти кадры вот я их уже не помню какие они можно в принципе высчитать от первого да так посчитать но это тоже когда этим заниматься так что сначала делаем полностью все кадры если вас анимация устраивает добавляем чуть-чуть где-то промежуточных еще раз смотрим а потом только уже добиваем значит до конца вот эти все прописки где-то раньше находил функцию то автоматом прописывал вот эти значит промежуточные кадры вот теперь полигонаж я уменьшил персонажу и значит будет рендер делаться быстрее и прокрутка вы видите что больше играет а еще что можно сделать чтобы не подтормазывал так это где-то по симплей вот включаем симплы и вот стоит шестерка ставим там на единицу допустим вот 25 кадров в секунду фпс у меня вот боковая панель если симплы прибавить допустим да вот все равно ну то же самое но все равно быстрее без них максимальный sub-divide 0 сил пар ну вот это уменьшал я раньше когда у меня подтормозил а вот допустим если амбирант включу и сцен спейс все равно хорошо идет потому что модель децинейтнутая вот это вот есть бомба децинейт сила ну если конечно вам модель для работы а не на продажу такой сеткой возможно не возьмут ну а так принципе модель не сильно изменилась так вот здесь вот так что у нас тут вот исчезает у нас тут узор почему потому что кости назначили здесь значит свою вот эту как как назначили сверху и вот если можно такую снегу заходим в обзор и вот у меня тут просто большая стоит вот это стукент это значит F убираем маке чуть поглубже вот чуть-чуть корректировочки чуть-чуть надуем на коленцы и смотрим что происходит нужно еще лямку одну подправить или F поменьше и вот эту часть утопить а здесь назначить веса чтобы вот эти вот вот так это кто у меня тут разлетелся обжигнут доспех скульпнут и стойка вот они почему потому что вот опять же они вот эти вот части это другие полигруппы ну как это один цельный мэш но с разными полигруппами я вот это делал чтобы узоры более-менее вот можно было сохранить и вот получается что теперь нужно вот на какой-то кости настроить это вот какая-то кость вот это все дело оттягивает так и тут тоже вот лямки уходят потому что спайка не делалась вот такая штукенка будем следующим персонажем знать что это вот они вот они вот они попробуем их перевязать выбираем значит наш вот этот вот доспех кости контол пи в кое-то автоматику вот они они стрелочки отсоединились значит нужно выбирать кости выбирать вот эти вот доспехи заходить в кое и вот видите да здесь не движется вот так вот кости настроены теперь нам нужен вот этот узор смотрим это значит плащ вот и вот синие они отлетели так если мы теперь попробуем другую кость так это здесь нормально а вот это косточка вот они доспех красный стоит это не движется а это его движется значит нужно просто взять и немножко покрасить вот вот они ссылочки сейчас у нас будет на месте и этот пусть их трогать не будет так а здесь надо это как этот все я путаю их как-то вот подкрасить вот крылышки теперь на месте слоим анимацию все вот чуть-чуть еще нужно подкрасить так это значит еще зато косточкой стены так кольц автоматик виджет смотрим проверяем так а вот видите уже другой цвет и начинается оттяжка значит не докрасим где-то выбираем красный цвет вот такая штука так проверим сразу не влияет на этот рисунок видите потом центральная не влияет проверяем верхнюю верхнюю в принципе не тянет ну давайте тоже на верхнюю поставим чтобы она не тянула совсем ну уже вот нормально более-менее узок сохраняется теперь его просто если зайти в скульт мод то можно как-то наверно смотрим подкорректировать его тут вот вот эти вот еще нужно подкрасить чтобы они появились и чуть-чуть тянуть видите они считают отдельно движутся значит они как-то не полностью тут ввелись что ли а ну-ка посмотрим сетку ну здесь но ну все вроде так чуть-чуть будет получше вот вот тут уже одежу можно чуть-чуть попробовать перевязать выбрать кости ctrl p with empty draw выбрать ткань зайти в модификатор и попробовать дата трансфер так чтобы значит нога это значит персонаж не проскакивала apply вот вот теперь нужно просто лямки подправить потому что здесь так поднадулась эта штука и нужно лямки чуть-чуть перевязать а мы уже сделали вот эту всю шнягу прописку и вот получается теперь вот эту шнягу вот она раз на 25 вот как я это теперь нужно перепрописывать каждый кадр вот этот раз вот она ушла уходит на 25 она еще есть нам нужно ее вытащить с 25 желательно найти косточку которой это дело все привязано к так еще р ах перенита control с и 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 в принципе нормально и вот эту тоже побольше загибаем подписываем а и и вот смотрите все кадры прописаны но косяки не были устранены и теперь получается что мне нужно прописывать вот эти все кадры вот они а какой кадр ее родной один я его не знаю если я сейчас удалю не те кадры ну плюс-минус два туда два сюда ошибка если то у меня получается возможно испортится сама вот эта анимация так что надо теперь сидеть вот эти можно убрать смотри двадцать шестой двадцать четвертый двадцать восьмой вот допустим двадцать восьмой я поправляю так это значит перекручиваем теперь желательно выбрать аккуратно все вот эти кости которые были задействованы в анимации вот этой штуки и сделать вот такую штукенцию и блок рот выбрать кадр cfd 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 допустим и вот до какого-то кадра догнать вот понятно что он теперь двигаться не будет эти вот такая штукенция снега получается теперь нужно просто ролик посмотреть на какие кадры я раздвигал вот эти вот моменты и удалить ненужные и переписать вот эту всю анимацию вот такие косяки будут у вас если вы поспешите что-то дальше дополнять и не исправить какие-то моменты но это в принципе не косяк потому что ролик есть я могу посмотреть и все это дело чуть-чуть подкорректировать ну а так в принципе персонаж дышит сзади нормально за исключением вот этих вот висюлек можно еще какую штуку сделать выбрать все вот эти висюльки анимации вот эти все анимации так желательно наверное еще вот эти участвовали которые даем и просто вот это сделать английское а и делить и получится у этих веселых отсутствует теперь анимация и все теперь мы можем под эти все раскадровки их просто подогнать ну вот как вариант так будет проще наверное все сохраняю пока в таком виде сейс единицы на нампаде всем пока до свидания если вам интересно там как-то поучаствуйте внизу под роликом там классы или что-то мазники сообщения там плюсики поставьте я тогда буду знать что просмотры идут не просто так я это делал значит пишу всем пока всем пока